Они сражались за родину. Кто-то отдал жизнь, а кто-то продолжает защищать границы нашей страны. Десятки пар глаз героев смотрят с портрета фото-выставки «Герои и подвиги». Она развернулась в зале ожидания железнодорожного вокзала «Ульяновск-Центральный». Ежедневно здесь бывают сотни людей, и все они могут познакомиться с героями Великой Отечественной войны и с современными защитниками Отечества. Изначально выставка появилась в Москве в четырех локациях и дальше стала распространяться по регионам нашей страны. Причем каждый регион может добавлять, что мы в принципе сделали, подвиги тех героев, которые привязаны к конкретному региону, в данном случае к нашему краю Великой области. Максим Михайлов с детства увлекался спортом. Осознанно поступил в танковое училище. 1 июня 2022 года 28-летнему Максиму посмертно присвоили звание Героя России. В том же году высокого звания удостоился и Александр Шишков. Звезду Героя молодому мужчине тоже присвоили посмертно. Подвиг моего сына, как мне сказали старые офицеры, огромен. И один офицер мне сказал, вы знаете, я бы ни за что не смог пойти на такой подвиг разведчика. То есть он шел на явную гибель, знал об этом, но шел, потому что за ним целый батальон, это 300 человек. Нужно, чтобы они были живы и, конечно, выполнить задачу. Каждый подвиг и небольшая история жизни героев описаны на выставочных стендах. Мама Вадима Епифанова с теплотой смотрит на портрет сына. Сдерживать слезы не получается. В 2023 году командиру разведывательной роты Вадиму Епифанову за спасенные жизни товарищей, за смелость и отвагу посмертно присвоили звание Героя России. Подвиг совершил он 7 июля 2023 года. Защитил он разведчиков, защитил своих мальчиков, защитил парней, как он сказал, моих детей. Он был командиром разведроты. Мы пошли на очередное задание на поселок Крынки. И для них приготовили засаду специально уже для этой команды, потому что они уже многое сделали на Украине. И вот их именно уже ждали. Когда это все началось, он сам своим пацанам крикнул, чтобы они не возвращались. А сам остался. Каждый участник фото-выставки – это настоящий патриот своей страны. Их имена навечно вписаны в историю России. Познакомиться с героями войн прошлого и настоящего можно на железнодорожном вокзале Ульяновск-Центральный до конца года. Затем выставка начнет передвигаться по общественным местам и учебным заведениям области.